МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так, второй раздел. Нас просили сделать отдельные ролики по разделу. Поэтому берем раздел «Права и обязанности граждан». Он очень простой. Равноправие граждан различных рас и национальностей гарантируется возможностями пользоваться родным языком, обучение родному языке, сохранение развития национальной культуры. Если бы этим вот таким положением нашего проекта руководствовала украинское государство, вообще не было бы никакой проблемы там. Никто бы не стал брать в руки оружие. Потому что как раз... Что начали делать? Нельзя, оказывается, пользоваться родным языком, обучаться на родном языке, сохранять и развивать национальную культуру. А в области культуры вообще государство не должно, так сказать, применять силу принуждения. Это не та область, в которой можно силу принуждения что-то решить. Силу принуждения вы получите одно. Возьмут люди в руки оружия и тоже будут силу принуждения от вас отбиваться. Что и делают на юго-востоке граждане. Поэтому этот пункт я вот особенно рекомендую Порошенко. Пункт. Статья 28. У нас все открыто, у нас же в интернете висит. Но они как-то еще не приняли. Прямое или косвенное ограничение прав, либо установление привилегий, или преимуществ по расам и национальным признакам наказываются по закону. И наказывать надо. Вот всех, кто, так сказать, в национализм впадает, кто бы он ни был. Русский, украинец, японец, эстонец. Наказывать надо, в тюрьму их сажать. Тогда бы у чего хорошо. Статья 29. Граждане Новороссии имеют право на труд. Ну, что он может против этого возродить? Я могу сказать, что. То есть на получение гарантированной работы. Ну, наверное, зарплата имеется в виду. Право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены. В чем дело? Почему этот пункт не принимает буржуазные деятели? Да потому что безработица им нужна для того, чтобы обеспечивать низкую заработную плату. Чтобы такие гири висели на ногах у рабочих. Потому что, а кто оплачивает этих безработных? Ну, те же рабочие с них берут зарплату и отдают безработным. Заодно и решают вопрос низкой зарплаты. И держат эту низкую зарплату по-прежнему, какая есть. Работникам гарантируется зарплата не ниже официального прожиточного минимума. Ну, что, как можно против этого возражать? У нас даже в Советском Союзе и в России никто не возражает. Просто, ну, только минимум у нас 9 прожиточные, а минимальная заработная плата 6. То есть, по идее, вот те люди, которые имеют 6, должны умереть все. Но они, наверное, на 2-3 работах работают. Потому что, ну, если меньше, чем прожиточный минимум. А прожиточный минимум устанавливается, наверное, так, что, вот видите, уже умирают ниже 9. Значит, это борьба не с бедностью, а с бедными. Пусть они вымрут бедные, и тогда вот все уже будут богаче. Государство обеспечивает занятость населения, исключающую безработицу. Осуществляет программы бесплатного профессионального технического обучения, подготовки, перепроферлинирового работника с учетом социальных потребностей. Это мы для Новороссии предлагаем, но и для России тоже. Но если не будет переподготовки рабочих, у нас будут падать наши протоны, союзы и так далее. Ну, потому что нет квалифицированных рабочих, нету, разрушена система подготовки. Ну, граждане Новороссии имеют право на воду. По мере повышения общественного труда, производительности общественного труда, пропущенного у нас, производится государственное сокращение рабочего дня. Будет вообще сокращаться, а то производительность труда. Во-первых, производительность труда не растет, потому что вкладывают куда угодно, в банки, в бутылки, только не в повышение производительности труда, не в средства производства. Ну, поэтому и нет сокращения. Граждане Новороссии имеют право на укрепление здоровья на бесплатную конструкционную медицинскую помощь. И у нас есть бесплатная сейчас в Буржуазной России, медицинская помощь. Если у вас насморк, у вас вылечит. Если что-нибудь серьезное, продайте почку. И вам вторую почку вылечит на вырученные деньги. Сотя 32. Граждане Новороссии имеют право на бесплатное, среднее, специальное, профессионально-техническое и высшее образование. Оно обеспечивается в том числе предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и студентам, бесплатной выдачей школьных учебников, созданием условий для самообразования. Обязательно является среднее образование. У нас в России уже не среднее, у нас основное среднее. Девять классов есть, иди работай. И бесплатного у нас уже все меньше и меньше и меньше. Все больше и больше платного. Поэтому это и для России хорошо, и для Новороссии хорошо. И вообще говоря, оно вполне может быть реализовано и сейчас, при желании. Но надо за это тоже бороться. Ну а выступает Дворкович, который занял очень крупные такие позиции в руководстве, и говорит, не надо платить стипендии студентам. Я смотрю на своих студентов, у них 1452 рубля стипендии. Я спрашиваю, сколько вы можете прожить на нем? Девочка говорит, в неделю. Ну я говорю, ваше последний раз вижу, потому что у нас через неделю следующие лекции. Так, распределение жилой площади предполагается. Строить надо жилье, распределять их, как и было. Иначе всех удушили уже этими самыми ипотеками. Удушили. Купи одну квартиру по цене трех. Пенсии должны повышаться в соответствии с ростом общественной производительности труда. И не ниже, чем прожиточный минимум. А у нас все думают, как бы увеличить пенсионный возраст. Может быть, увеличить так пенсионный возраст, чтобы до него не дожили. Вот это было бы очень здорово. И все деньги бы уже можно было держать в государственной казне и распихивать уже по разным каналам. Что умеют у нас товарищи делать там. И в этом смысле мужчины ведут себя хорошо. Они до 59 лет доживают, и все. А вот женщины, они ведут себя безобразно, они продолжают жить, и из-за них тратится пенсионный фонд. Ну вот, может, в Новороссии будет лучше. Мы надеемся, что, может, там-то товарищи сделают. У нас что-то не получается. Так, граждане Новороссии имеют право на пользование достижениями культуры, на участие в культурной жизни. Хотите попользоваться достижениями культуры? Пойдите, купите билетик сейчас. Пять тысяч, четыре тысячи в театр или там. Я вот на Уральские пельмени взял, там три. Тоже дорого. Вроде они за народ выступают, но они не сумасшедшие. Это же не мыслим. Так, Толер Михайлович, я все по обязанности, граждане права. Ну, тут могут возникнуть вопросы. Вот квартиру каждому, на жилье каждый имеет право. Откуда все это взять? Трудом. Распределение по потребностям, вообще говоря, самое экономное, самое рациональное из всех распределений. Потому что потребности у человека, они, вообще говоря, весьма ограничены. Нормальные потребности. А сейчас вот у нас имеется, я слышал в интернете, групп людей, у которых 100 квартир. Круп 100, у которых в распоряжении 100 и больше квартир. Вот эти... Да, вот. И многие эти квартиры, они просто пустые стоят, потому что... И ждут, когда будут советы созданы. Вот. А они ждут, пока поднимутся цены на жилье. Ну, это выражение средств в чистом виде. И это вот как раз капитализм, он крайне расточителен. Сколько сейчас пустых квартир стоит в домах, уже сданных давно. Но это все вот эти издержки, чтобы втоптать в грязь на миллион, но себе оторвать 100 тысяч с этого миллиона. Это во-первых. И потом еще вот по экономии свободного времени. У нас за последние 150 лет карасально выросла производительность труда. Но ведь еще во второй половине 19 века рабочие боролись за 8-часовой рабочий день. То есть нынешний наш 8-часовой рабочий день, он был установлен в передовых странах уже 100 и более лет тому назад. А тем не менее, хотя производительность труда выросла многократно, мы по-прежнему по 8 часов работаем. А куда высвобожденное девается время? Оно идет на то, что коросальные прослойки людей, всяких брокеров, Я уж не говорю там об инженерно-технических работниках, служащие там всякие, бюрократы, девелоперы, мерчендайзеры и тому подобное. Люди просто выкидываются из рабочего процесса и ведут, в общем-то, не в парне нормальный образ жизни. И поэтому, так сказать, они и зачастую люди, так сказать, которые, ну не в парне парноценные. Потому что их деятельность, которая считается трудовой по формально-юридическим параметрам, на самом деле таковой не является. Вот это проблема, которая позволит рационализировать очень многие вещи. И без решения проблемы кардинального сокращения рабочего дня для рабочих, в первую очередь, невозможно решить проблему, с которой начинается конституция о создании условий для свободного всестороннего развития всех членов общества. Ну, я хотел бы сказать, что это, конечно, мы для Новороссии такие советы даем, но и для нас они очень важны и полезны. И потому что, если производительность труда не будет расти, то и богатство не будет увеличиваться. Вот Владимир Владимирович сделал хорошие всякие указы, когда он майские указы издавал, вступая в должность президента. И вот сейчас начал проверять, как человек дотошный, надо проверить, как выполняется. Дошли до указов, так более-менее выполняется, дошли до указов о производительности труда. Не только не повышается, падает производительность труда, падает. То есть, чем занято руководство, чем только не занято. Главным делом повысить производительность труда. А это можно повысить только, если вы занимаетесь техническим прогрессом и внедрением, достижением технического прогресса в производстве. И думаете, не вообще вложение, куда, в какой фонд вложить. Надо не в фонд вложить, а в развитие средств производства. Вот если этого не будет делаться, то будет у нас такая ситуация, что против нас санкции сделают. Видите ли, у нас нефть, цена упала, поэтому у нас плохо. А у Японии вообще никакой нефти нет. И сталь, и у них нет ни железной руды, ни других полезных, это вообще не надо. Надо заниматься обработкой. Заниматься надо машиностроением. Тогда будет у нас крепкое государство. А поскольку мы это вместе с Новороссией делаем, это наши общие проблемы. Новороссия с нами дружит и будет дружить, я думаю. Поэтому мы решаем, как бы думаем, как, нам тоже надо стыковаться даже. Вот, например, товарищ Медведев поехал и встречался с генеральным секторем Социалистической Республики Вьетнам. А если будет Социалистическая Республика, Советская Республика Новороссия, он поедет и будет встречаться с председателем Совета Центрального Усполнительного Комитета Новороссии. Но надо, чтобы она была. Так надо, создавайте. А кто будет создавать? Никто сверху создавать, советы не будут. Советы вообще всегда создавались внизу. Никто никогда их сверху не создаст.